здравствуйте наши друзья подписчики и гости канала family hobby пришло время обрезки роз я предлагаю посмотреть вам как это делаем мы и сегодня по вашим многочисленным просьбам и опять в гостях саду сергея и светланы декунов конец октября и вы только посмотрите какое в саду еще продолжается буйство цвета это сорт розы юбилей принца монако и он никак не утихает но тем не менее многие розы нужно уже обрезать и готовить к зиме вот этот пышный куст который вы сейчас видите он будет обрезан до буквально пяти молодых веточек все старое прошлогоднее которое хорошо цвело в этом году я стараюсь вырезать для чего это делается для того чтобы в следующем году во первых удобнее его наклонять когда только молодые старые побеги обычно трещат не хотят укладываться вот а молодые очень легко мы сейчас вы увидите как мы легко сейчас это все сделаем это во первых легко укладывать для чего чтобы хорошо укрыть второе это для того чтобы на следующий год был хороший прирост потому что чем меньше старых побегов тем пушнее нарастает куст это я уже замечала не один раз это я не говорю что делайте как я но это мой опыт мне нравится потом старые побеги естественно несут какие-то болезни которые мы убираем короче говоря я обрезаю на осень вот например в нашем саду у нас со старые побеги они просто растрескались то есть появляется да 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 все появляется появляется все на старых образом его невозможно залечить это уже конечно да полезно проще 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 вырезать просто вот мы сейчас попробуем на примере этого куста и сделать сначала мы его как бы попытаемся раздернуть хорошенько вот если что-то нам мешает мы просто его отрежем идея какая мы оставляем всего пять крепких зеленых побегов этого года молодых все остальное даже если их больше пусть их 10 12 красивых мы остальные убираем почему потому что розе достаточно 5 побегов я так прочитала свое время когда-то пыталась больше оставлять она просто загущение получается цветение то же самое но это не очень красиво все-таки арка узкая и проход должен быть нам нужно всего найти 5 зеленых красивых побегов вот мы их сейчас и найдем и оставим мы их ищем мы ищем да мы их ищем вот смотрите это старые побеги вот старый побег можно приблизить камеру посмотреть вот он видим старая кора немножко коричневый цвет мы его разветвление вот какие мы эту ветвь обязательно убираем сейчас полностью полностью насколько насколько можно внизу вырезать да конечно конечно то есть вырезается и не не оставляем совсем нет 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 там достаточно почек и если надо кусту он и земли пойдет почек там достаточно не переживайте так я уберу и эту короткая она хоть и молодая но короткая она мне не нравится вот эту мелочь вот вот эту мелочь тоже вырезаем она нам не нужна слабая конечно у нас есть более сильные побеги вот этот побег прошлого года мы его вырезаем полностью он кажется старый хотя на самом деле ему всего два года и он нам не нужен совершенно он прекрасно перезимует и наклониться он может но нам он не нужен я его всегда вырезаю вот так вот дальше там есть еще такие похожие обычно я это сама делаю и для меня это своего рода медитация такая и я люблю тихо спокойно заниматься этим без спешки вот сегодня съемка это немножко другое но мы справимся вот у нас освободилась такая ветка если присмотреться вы видите она зеленая молодая гибкая красивая здоровая ее мы оставляем спутать трудно что это однолетний побег спутать его трудно со старым вот таким вот старым корявеньким прошлогодним побегом вот видите вот старый побег вот его максимально надо у земли постараться срезать насколько это возможно вот это молоденькие веточки тонкие изящные и вот эта старая ветка вот вот она старая ветка она более темного цвета это молодая это молодая оставляю это оставляю это оставляю да это вырезаем этот побегу помоложе мы оставляем а вот такой тоненький и вот этот тоненький мы их вырежем они нам ни к чему они не слабые они слабые они будут только загущать куст цветение мы от них не добьемся хорошего и зачем они нам нужны они нам не нужны вырезаем очередной старый побег прошлого года вот так все мы старое обрезали остались только молодые веточки хорошо видна структура куста вот сейчас мы выберем из этих семи веток к которые нужно еще убрать я наверно вот этот вот эту ветку беру свет вверх мы будем укорачивать нет если можно оставить что-то я увижу что вызревший верх вызревший мы его оставим вот ничего на арку пойдет это хорошо это будет красиво поэтому укорачивать не будет я хочу оставить всего пять веточек всего 55 побегов потому что кусту больше не надо для пышного цветения кусту больше не надо да да ну мелочь вот эту надо срезать они все хорошие да да правильно все правильно но этот мне не нравится он слишком короткий вот и пожалуй и пожалуй я вот этот уберу почему потому что он внутри куста вот вы мы вырезали все старые побеги на кусте осталось всего штучек 7 веточек да и парочку я хочу удалить их можно все оставить в принципе и они все хорошие но я не люблю все таки изменять себе пусть будет 5 веток что будет в следующем году надеюсь серёжа нам покажет какое это будет цветение и но обрезка производится таким образом каждый год да и естественно вот и ну по крайней мере это роза лагуна она цветет просто лавиной лавиной снизу доверху поэтому мне очень хочется вот эту коротенькую обрезать я это сделаю и пожалуй вот эту теперь вы немножко хотите я так понимаю вот эти боковые веточки которые чуть-чуть я чуть-чуть я не тоже убрать да ну не нравится но мне слишком много да нужно чтобы визуально было тоже красиво ну можно да скорее всего для этого укорочу да и все да опытный развод уже работает по интуиции интуитивно макушечку немножко повреждена вот так вот мы сейчас собственно прореживаем еще собственно мы красоту наводим и все мы покажем что это не вызревший побег да 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 вот так 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 не ломать не ломать не ломать вот веточка вот длинная молодая веточка да но это молодой побег и конечно он не перезимует он замерзнет потому что не вызревший я его вот так укоротила все остальные вроде бы зрелые эту высоту вот и оставим да она пойдет на арку вот так и са и вверху тоже будет цветение считаю что куст идеально сформирован и надеюсь на пышное цветение ну при этом еще что будет у нас хорошее проветривание то есть чем больше побегов мы оставляем соответственно все они прорастают дают еще какие-то еще побеги получается целая копна просто и проветриваемости нет здравствуй черная пятнистость который роза в принципе немножко болеет а вот мучнистой росой не болеет но в нашем саду в общем-то в этом году произошло такая такая ситуация сложилась golden celebration то есть мне всегда жалко резать то есть вот так как света делает обрезку ну я делаю наверное раз в три года но я думаю что это неправильно неправильно исходя из того вот снимая этот сад и я вам показываю как эти розы цвели какое было шикарное цветение при этом минимум болезни я пришел тоже к выводу что нужно конечно же конечно же нужно вырезать внутренние побеги чтобы это крона так сказать куст розы он проветривался и не загущался не зарастал для сравнения два куста розы лагуны слева которую мы обрезали и справа без обрезки я в восторге от этой розы я очень довольна что решилась на пересадку у меня здесь сидели другие розы мы вам покажем потом какие были розы но почему-то мне захотелось поменять и в мой выбор пал на юбилей принца монако этой розе эта роза сидит здесь два года можете посмотреть это пышное цветение видимо невидимо цветов это мне кажется уже четвертая волна она очень рано начала цвести и по-моему это четвертая волна если я не ошибаюсь вот а маш барбара моя любимая в этом году немножко отстает и я думаю что но есть немножко цветы есть конечно немножко цветы но вот основные бутоны думаю они не распустятся они не успеют если будет тепло роза паза попала под заморозки вот не все розы с перенесли минус 1 25 октября такая осень такой подарок розы цветут алисум цветет все очень красиво травка зеленеет солнышко тоже было сегодня сегодня тоже было ничего страшного вот она еще нас порадует но мискантус уже желтый взял и пожелтел гортензии отцвели до гортензии отцвели но розы продолжают радовать конечно удивительно а алисум чудо а сохранилась и если сравнивать между двумя гортензиями lime light и vanilla fries lime light выглядит гораздо декоративнее ванила почему-то совсем вид потеряла хотя они растут рядом вот и выбирайте вот это лайм лайт это лайм лайт да 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 я бы вообще не подумал что он в такой цвет окрашивается тем не менее мы не избалованы вообще шикарным цветением таким но не просто шикарным хорошим цветением метельчатой гортензии поэтому конечно да я думал что он все время такой будет и ванила да да она совершенно сухая мощная конечно гортензия вот совершенно сухие без жизни о я вам покажу еще кустики лаванды а это кусты стадром почвопокровная роза она тоже всегда обильно цветет всегда под видео о лаванде все спрашивают да какой сорт этой розы еще раз штатром вот так его название ну это шикарное конечно сочетание вот этого лавандового бордюра когда цветет лаванда и этой почвопокровной розы это почвопокровная да это почвопокровная да и их здесь три ну конечно роскошно не знаю все лето и даже вот 25 октября она просто огонек такой радует но между лавандой и розочкой опора да свет ну немножко такой придерживающий да для того чтобы было приподнята немножко иначе она совсем бы свалилась на лаванду сам насеивается сам себе растет ничего я с ним не делаю специально не обрабатываю не стригу видимо ему здесь нравится стоит просто однажды его посевить так ну не совсем так у некоторых вот мне пишут в инстаграм у некоторых он не растет у некоторых он на второй год не всходит не знаю видимо ему у меня нравится просто-напросто но поливе не очень нужды но мы не поливаем здесь вообще цвет на вот эта картинка за последние дни в вашем инстаграме ну набрала по-моему там какой-то неимоверное количество нет нет кальков и обыкновенное количество лайков и комментариев просто что эта дорожка удачная получилось это уж не поспоришь пока спире маленькая принцесса она еще не окрасилась но если будет подходящая погода она станет красной и седые листья лаванды это очень красиво даже осенью очень красиво дождемся конечно очень красивая вот эта картинка мисканту зебрина я так понимаю травы вы еще будете подсаживать ну да нравится мне травы это красиво осенью это очень красиво но смотрите вот здесь довольно таки густые посадки я так понимаю для достижения вот это декоративности да и более легкого ухода да надо посажать погуще но в то же время не переусердствовать потому что разрастаются же растения вот пришлось много пересаживать здесь никак не дашь какие-то советы разве я думала что вот этот можжевельник не ну стрижка будет будет очень большой каждый этот кустик каждый стрижем стрижем да но кусты да вот эти конкретно вдоль дорожки весной и после цветения два раза лаймлайт до основа красотка да я я довольно выбором сорта я довольно а это у нас бузина черная тоже хорошая тоже хорошая но она скоро облетит она не поменяет цвет листьев просто возьмет и облетит очень много зрителей написали конечно выразили свой восторг этому растению и ягодам и одна зрительница даже написала что ягоды вполне съедобные они не дикоративные возможно но смотрите как на на фоне неба вот красиво смотрится ажур ажур да у нас не зимует к сожалению японские клёны я очень хочу японские клёны но это вы считаете похоже да ну конечно конечно похоже есть японская восточная лаванда чудо это при том что она обрезалась после цветения посмотрите и был мороз тем не менее смотрите еще цветочки сохранились они фиолетовые они крупненькие куст тоже очень декоративный красивый но почему бы не посадить лаванду хотя бы несколько кустов на вашем участке эта декоративность круглогодичная да роскошная мы живем на севере украины это сумская область ничего для укрытия этой лаванды на зиму мы не предпринимаем то есть укрытия никакого так как много было вопросов комментарии осенью цветения конечно же не такое пышное но окрашиваемость цветочков но более насыщенная нежели чем летом влаги хватает как-то цветы не выгорают честно говоря я даже сам удивлен как и на каких размеров этот куст достиг но я скажу за сезон так как стрижку я видел было очень коротко подрезана эта лаванда ну и вот такой размерчик кто бы показал кто бы сказал несколько лет назад я бы не поверил что у нас это возможно а вот это да это дерен сибири коври гата он покраснел вот как раз этот куст изменил окраску и мне он очень нравится наверное даже больше чем летом столько красок столько оттенков смотря на то что конец октября посадки настолько устроены что все зеленое все красивое на и зрительниц на нашем канале после просмотра летнего видео сада светланы написала очень интересный комментарий интересно посмотреть как же этот сад выглядит без роз что там все же без многолетников и лаванды вот и посмотрите я считаю что очень он неплохо выглядит благодаря самшиту хвойным растением лаванде зеленому газону и вот такие растения которые они декоративные весь год и только снег может помешать сзерцать эту зелень говорится его задумка это есть многолетники они декоративные круглый год да 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 ой ну просто конечно чудо это дерен сибири коври гата почему бы его не любить опять же зимой это красные побеги красивые летом это двухцветный лист тоже очень симпатичный а осенью вот таким образом меняет цвет и ягодки есть маленькие но у меня не очень он хорошо растет этот куст я не знаю почему казалось бы розы растут а дерен не очень растет хорошо но я все-таки надеюсь вырастить такой пышный кустик роскошно просто вот эти побеги какая-то япония китай все вот эти красные стебли просто не умопомрачительного цвета на самом деле камера и не очень не передает как-то она немножко делает их теплыми а на самом деле они очень яркие такой малиновый прям какой-то оттенок чудесное растение и вот хочу вам сказать что вот это те красненькие розы которые я удалила с центральной клумбы и посадив на их место юбилей принца монако ничего не хочу сказать они очень обильные но мелковатые и простоваты немножко хосты бедные уже пожелтели пожухли все остальное такая же картинка на мой взгляд как и летом это неплохо эта картинка без но в эту сторону в эту сторону без ярких цветов но если честно вот здесь был он и есть в принципе это розочка восточный экспресс я срезала на букеты было два дня рождения и букеты не менее декоративно не менее красиво серёж а это ваш при ста щетинник лесохвостый который вы мне вчера презентовали спасибо огромное такого у меня не было такие метелочки симпатичные ершики такие здесь он прекрасно вписался и думаю будет меня радовать не один год но опять же мискантусы ваши пожалуйста и это ваш в общем злаковый сад у меня исключительно вот просто да это противидное кажется это очень красивая по покраснела это все ваше спасибо огромное видя сорт в живую конечно гораздо проще и то как он выглядит взрослым растением можно представлять как он будет выглядеть в твоем саду это очень хорошо друзья и ответ на самый главный ваш вопрос какие и сколько садовников ухаживают за этим садом вот они сергей и светлана декуновы познакомьтесь еще раз это единственные садовники они же хозяева сада которые создали эту красоту хозяевам огромное спасибо за красоту вдохновение я надеюсь еще не один раз вы нас пригласите и мы прогуляемся по вашему саду и и и и и и и